Всем большой приветик! Вы на канале Creative Heaven. Сегодня покажу вам небольшие покупки, вообще расскажу, чем занимаюсь. Так, первое, давайте посмотрим на мои планы, вообще, что там происходит. Я день-перерыв примерно делала, ну, так по обстоятельствам получилось. Планы у меня были, как вы помните, грандиозные, в принципе, с половиной планов я уже справилась, и это даже достаточно неплохо. Единственное, я еще не успела задействовать две раскраски, ну, в общей сложности три раскраски, получается, по номерам, вот. Ну, и остались уже самые такие, наверное, сложные работы. Осталось мне доделать вот Fairy & Fantasy, у меня там немножечко, в принципе, кстати, да, можно же показать, как бы там ничего такого, раскрашивала такую, ну, в этой раскраске. Здесь у меня, я выбрала вот эту девушку осеннюю, на фон не обращать внимания, короче, черный карандаш стирался очень сильно, подкладывать я обычно ничего не подкладываю, ну, может, ластиком сотру, может, какой-нибудь темный фон сделаю, не знаю, посмотрим. Я просто обожгла руку, ну, здесь сильно не видно, у меня остались красные пятна, и получается, что в тот день я раскрашивала эту иллюстрацию, и как бы я ее вроде так хотела, думаю, ну, все, сейчас осталось, чуть-чуть доделаю, но наливала суп, и в итоге, короче, весь суп оказался на моих пальцах, поэтому чуть-чуть пришлось отложить на следующий день, и в итоге вот до сих пор не могу доделать. По чуть-чуть, по чуть-чуть осталось самое простое, в принципе. Волосы, вот, я, знаете, у меня проблема такая, и, ну, я не назову это проблемой, да, то есть многие девочки, знаю, раскрашивают, как оставляют много белых пространств, да, там как-то делают вот эти вот блики. У меня так не получается, я все-таки штрихую волосы, плюс на этой раскраске, удивительно, но на этой бумаге очень плохо ложатся все карандаши. Ну, только призму я из полихрома, по-моему, здесь не пробовала, а все остальные, Пабло, Холбейны, в общем, плохо ложатся, не знаю, с чем это связано, даже эти пробовала, хотел сказать, лиминансы, нет, лиминансы не пробовала, живота Стилнова, они здесь тоже плохо ложились, ну, можно раскрашивать, но не так гладко, как хочется, да, то есть в легкую хотелось бы, но, увы, нет, не получается. Да, конечно, испачкала, не очень красиво это все выглядит. Я думаю, что здесь еще применю глосси, давно, ну, точнее, я его использовала один раз, попробовала, там у меня не получилось, поэтому как-то я про него забыла, убрала в шкаф и до сих пор не применяла. Но здесь я хочу на ногти и на, возможно, губы и глаза будут раскрашены, ну, закрашены, точнее, глосси. Так, дальше поехали. Следующее. Сегодня начала заколдованный лес. Ну, по плану, в общем-то, все идет. Вот, на остальные раскраски пока хочу чуть-чуть передышечку, еще три недели у меня, в принципе, в запасе, да, на более серьезные работы. Я их буду потом постепенно, наверное, раскрашивать. Тут Summer Nights доделать, в принципе, нужно. Elegant Beauties. Мне не понравилось тоже, как там ложатся карандаши. И не уверена, что в этом месяце я ее буду раскрашивать, эту раскраску. Так, заколдованный лес. Я выбрала портрет. Мне почему-то как-то остальные не приглянулись на этот раз рисунки. Здесь такой, знаете, холодный, ну, наверное, я бы назвала холодно-осенний его, потому что присутствуют такие листва, которые у меня больше все-таки с холодным временем года ассоциируются. Ну, с осенью имею в виду. Вот, то есть тут какая-то типа весны, а здесь, мне кажется, что это уже осенняя девушка, вот. И я ее буду, конечно же, так приближенно к осени раскрашивать. Сегодня начала, решила раскрасить призмой. Давно не доставала свой большой пенал, полихромосы. Нет, призмой я в прошлом месяце, наверное, красила. Вот полихромосами я уже месяца два не раскрашивала. Я начала здесь красить полихромосами. Мне не очень это понравилось, потому что они, ну, по формату, имею в виду в том смысле, что это просто телесные были оттенки, а они светлые, насколько мы знаем. И первые слои, когда наносишь, они настолько проскальзывают, я не вижу, закрасила ли я всю территорию. То есть как-то пляшиво ложилась, и я решила, что нет, полихромосы здесь не будут мне сейчас заходить. Я сделаю все призмой. Призма здесь ложится неплохо, в принципе, в целом, но я призмой очень тяжко раскрашиваю портреты. Это не вся палитра, которая здесь по факту должна быть. Ну, посмотрим. Первым делом я наносила самый светлый и розовый, вот такой. Потом я его немножечко вот этим оттенком тоже полностью прошлась по лицу. Вот, светлые участки, щечки там где-то я высветлять, наверное, буду уже, когда полностью все раскрасится. Их проще будет эти светлые участки сделать уже на полностью заданный тон лица. Мне так кажется. Нужно попробовать хоть разочек, а то постоянно раскрашиваешь сразу, ну, оставляя белые блики. Вот. А хочется попробовать по-другому, да. Пока что не знаю. Вот как-то... Нет настроя такого вот, что прям вау, хочу сегодня сделать и все доделать, да. Так, ну и непосредственно к покупкам. У мамы мое день рождения было сегодня, и мы заезжали в магазин за подарком, но я не могла себе ничего не купить. Первый я взяла два маркера линера санетовских. Не знаю, либо два подарю сразу, либо один оставлю себе. Посмотрим, ну, закончатся ли у меня остальные черные. Вот. Сегодня, кстати, пораскрашивала без планов в одной раскраске. Я иллюстрации показывать не буду так поверхностно. Много раскрасок листала, думала, что раскрасить, и в итоге выбрала, короче, здесь я две иллюстрации, в общем, раскрасила. Одну покажу, да, точнее, уже показала. Маркеры места. Я самые простые выбрала, и как-то в легкую за час две работы сделала. Повезло, кстати. Остальные иллюстрации там, я смотрю, такие сложные, что за час там не справишься. Дальше по покупкам. На кассе муж увидел вот такой вот, такую ручку, точнее. А здесь очень толстый. Пишущий убил. Ну, стержень. Все, ребенку понадобилась конфета. Это не конфета. Вот. Там были еще зеленого цвета. Я для фона, не знаю, оставлю где-то. Мне понравилось именно вот так вот на Новый год ложить на стол все это дело, потому что навряд ли у меня здесь будут какие-то украшения крутые. На столе я в этом не уверена. Много места занимают. И, ну, короче, это плохо для меня. Взяла такую точилку. Она мне не нужна была вообще. В общем-то, просто дочка у меня смотрела там. Ходила, восхищалась по магазину. Вау! У нас большой магазин. Там канцелярия для творчества. Для дома что-то можно найти. Школьная одежда и так далее. Да, у меня отжали ручку. Если что, ладно. Придется потом другую купить походу. Мне кажется, зеленую, наверное, было лучше. В общем, она себе смотрела там, восхищалась, ходила по магазину, да. Там у нас много всего есть, как я уже сказала. А сейчас еще завезли новогодние товары, игрушки, елки. Ну, вы не представляете. Я как-нибудь, наверное, вам сниму обязательно и покажу, что это за магазин и какова там красота. Вот. И в итоге у меня там ребенок ходил и восхищался. Продавцы вообще были в шоке. Они ей там надарили кучу всего. Шарики, не шарики. Кажется, так было классно, мило. И она в конце уже начала орать. То, что ее от такой красоты уводят просто. И ей еще один шарик перепал. Короче, она игрушечку елочную себе купила. Но я ее здесь не покажу уже. Ну и, короче, я взяла, схватила себе тоже точилку. Не знаю, зачем. Просто схватила. Хотя у меня достаточно точилок. Здесь очень большой джамбо. Потом колор. И что тут? Графит. Для графитов, для цветных карандашей. И получается для каких-то джамбо. Это 16 миллиметров, 11 миллиметров и 8 миллиметров. Ну, может быть, что-то подойдет. Так, дальше. Взяла на пробу. Ну, давно интересно смотрела. Все как-то мимо проходило. Это Пит Пастель от Фабер Кастель. Вот. Взяла пять таких оттенков. Ну, вот этот взяла чисто, знаете, там может дымку где-то делать на иллюстрациях. Почему бы не попробовать? Мало ли, вдруг получится. Всякое бывает. Черный взяла. Ну, черный это стандарт. Как его можно было бы не взять. И я сейчас на листочке покажу. Наверное, как-то и супер. А да, они очень сильно пылят. И, конечно, это не совсем комфортно. Это несъедобно. Да. В общем, это не совсем комфортно. И не знаю. Но так прикольно наносится на бумагу. Интересно так. Если, мне кажется, посмотреть мастер-классы, то, может быть, даже и понравится что-то делать такими карандашами. Я пока там сказать, что нафига я это купила, не могу. Интересно было попробовать. Ну, я взяла. Классно. Мне нравится пока что на данный момент. Ну, там понятно, что нет большой какой-то палитры. Стандартно несколько оттенков стоят. Еще, наверное, 3-4 оттенка, если есть у нас в магазине представлено, то хорошо. Остальное не факт. Вот. Я не знаю, как бы, сколько оттенков может быть вообще в таких карандашах. Но, я думаю, много. Потому что, по-моему, есть наборы в интернете, если не ошибаюсь. Но мне на пробу поштучно хватит и этого. 150 с чем-то рублей стоили. Один карандаш. В принципе, не самая дорогая цена, так скажем. Бонусы я не стала списывать, а оставила на будущее. Покупок было в этот раз много. И там, ну, баллов. Наверное, рублей 400 я получу. А это, поверьте, не так уж и мало в нашем магазине. То есть, в следующий раз. Вот, видите, как пылят. В следующий раз я там смогу набор карандашей вместо полторы тысячи отдать. Тысячу рублей всего лишь, допустим. Так, дальше. Не себе, но на подарок взяла такой скетчпад. Это классно. Мне нравится. Для акварели. Здесь безумно шикарнейшая бумага. Я не знаю, пока что это фаворит из того, что я встречала. То есть, когда обычную бумагу покупала и так далее. Вот здесь, ну, прям реально крутая бумага. Очень классные эффекты получаются. Я думаю, что человеку понравится. И он сможет здесь поработать. Единственное, что в этом блокноте я не заметила. Но один лист здесь кривой. Он, видите, выпирает сюда. Ну, ладно, блин, бывает, что теперь ничего не поделаешь. Так, листочек, наверное, можно убрать. Потому что сейчас тут на столе всего бардак. Глядь будет от этого всего. От пастели. Дальше. Я со дня на день получу дырокол с Алиэкспресса. Который действительно позволит сшивать раскраски. И у меня уже заканчивается. То есть, ну, у меня остатки там осталось. По одной, по две, по три бумажки. Ну, по листа точнее от других бумаг, которые я покупала. Это художественная бумага. 160 грамм. Так, немного сбилась. Ребенок решил использовать ручку не по назначению, а трубочкой. Вот. В общем, короче, ну, здесь мало листов. 8 листов всего лишь решила взять попробовать. Вот здесь именно белая бумага. По-моему, для смешанных техник. Но она здесь гладкая. Причем с обратной стороны она намного гладше, чем с этой стороны. Вот. Посмотрим. Вот именно от Хобби Тайм меня устраивает бумага. Мне, в принципе, она нравилась. Но не самый, наверное, лучший вариант. Может быть, есть и получше. С Валдберрис нужно тоже забрать. Я там на трубу брала тоже бумагу. Потом я взяла вот такой вот бумага для рисования. Это Бруно Висконти. В принципе, меня в целом устраивала бумага. Но вот неуверенная. Я как-то поспешила, мне кажется, с выбором, что я взяла эту бумагу. Вот. Ну, ладно. В принципе, не критично. Может быть, лишней даже не будет. Здесь уже 200 грамм. Это очень сильно плотная бумага. Не факт, что у меня принтер сможет распечатать на ней. Но, возможно, что и распечатать. Тоже для смешанных техник. Это пастель, мелкий, гуашь, ручка или тушью. Ну, наверное, для чего-нибудь доприменю, в принципе. И последняя бумага, которую я взяла, это вот такая. Малевич. 200 с чем-то рублей она стоила. Я думала, будет дороже. Мне думала, там сейчас рублей 500. Как возьмут. Ценника просто не было, не могла найти. А я, если не вижу ценника, и у меня нет времени спрашивать, сколько это стоит, чтобы продавец бегал там, искал, что там не какая цена. Я беру сразу и не парюсь. Вот. Это папка для карандашей, угля, пастели, линеров и туши. Тоже граф арт. Здесь 25 листов, 150 грамм на квадратный метр. Еще есть А3, но у меня принтер А3 не принимает. И здесь бумага именно такого вот бежевого оттенка. Не знаю. Если была бы белая, может быть, лучше было бы. Посмотрим. Я хочу на ней распечатать портреты. Она немного такая все-таки шершавая. Ну, пористая, не знаю, как назвать. Рельефная. Кому как удобно, да? А вот и с обратной, и с этой стороны. Не знаю даже, плохо это будет или хорошо. И на какой лучше стороне печатать. Пробовать, конечно, жалко. Просто так выкидывать какой-то лист, допустим, один. Ну, не знаю. Посмотрим. Может быть, вот этот замятый немного листочек. Может, на нем и поэкспериментирую. С обратной и с другой стороны распечатаю два варианта. И посмотрю, как ложатся карандаши на той или иной стороне. И там уже будет понятно, как лучше печатать. Ну, и пока для себя не определилась. Я все-таки белые мне листы нужны для раскрашивания портретов. Или все-таки такие листы подойдут. Не знаю. В принципе, потом, когда пораскрашиваю, обязательно расскажу, покажу. Я еще не определилась с бумагой. Я уже много раз показывала бумагу, которую беру. Мой фаворит на данный момент был от этой фирмы. Хобби Тайм. Но тоже там для рисования и для черчения только, по-моему, бумага. Остальную бумагу для принтера я не пробовала. Потому что акварельную бумагу у меня принтер не воспринимает. А краска просто сдирается со временем с бумаги. Наверное, нужно как-то закреплять, но, увы, есть только закрепители для уже раскрашенных работ. Поэтому, не знаю. Я не находила. Если вы знаете, то обязательно подскажите. Продолжаем. Вчера муж забрал, заехал бумагу. Ну, на Валберис была единственная, как бы. Я забыла, что это акварельная, оказывается, бумага. Ну, нашла 160 грамм. Ну, я думала, знаете, попробовать распечатать какие-то иллюстрации на такой бумаге. Так как принтер у меня до 160 принимает, как бы. То есть, ну, он принимает и больше бумагу. Но тогда печать будет не такая качественная, будет другая совсем. Ну, и я решила, вот нашла 160 грамм. Конечно, здесь не прям суперкрутая бумага для акварели, я бы сказала. Вот, но так, я думаю, что, может быть, что-то попробую, посмотрим. Вдруг получится и не будет ничего растекаться. Это самый главный вопрос. Потому что, как бы, даже лазерный принтер, печатая на акварельной бумаге, в итоге краска стирается. Вот. Закреплять не знаю, чем можно. Поэтому, да, буду как-то экспериментировать, не знаю, пробовать. И что-то я как-то вот сейчас сегодня проснулась. Все, знаете, такое настроение непонятное. Но мне что-то захотелось, вот, легких каких-то рисунков, да, вот. И я достала две раскраски. Это мандалы, исполняющие желания от Лилии Габо и Луиза Хей, альбом целительных аффирмаций. Вот. А сейчас я раскрашиваю в Summer Nights вчера, ну, ту иллюстрацию, которую давно уже показывала. Здесь я, Павло, раскрашиваю на данный момент. Но я столкнулась с большинством проблем здесь. Здесь, ну, это не в карандашах дело, а в том, что я сделала с бумагой, да. То есть, как я уже говорила, я наносила маскирующую жидкость вот такую. Во-первых, она не везде очистилась. Иногда карандашом проводишь и чувствуешь где-то остатки. Они сдираются вместе, ну, карандашом получается их стереть, как бы, да. Вот. Но бумага качество поменяла однозначно там, где наносилась эта жидкость. И, конечно, карандашами не прям, ну, не очень хорошо стала раскрашивать из-за этого. Вот. Но все равно, как бы, справляюсь. Так. Я не хочу больше здесь заморачиваться сильно, да. Я бы экспериментировала с фоном и решила, что, как бы, цветочки будут раскрашены в обычном. Просто разными оттенками. Не, как, от названия, что это за цветы, я не буду отталкиваться. Просто обычное раскрашивание в свое удовольствие, да. Так. И, в общем, что я решила. Иногда, вот, ну, как не иногда, именно сейчас, почему-то мне вдруг захотелось. Не то, чтобы мандалы, там, узоры какие-то раскрашивать. Нет, я, ну, как бы, знаете, не прям такой фанат, чтобы это все раскрашивать. А хочется, во-первых, продвигать эти раскраски. Ну, они, как бы, легкие, особенно вот это, да. То есть тут вообще раскрашивать нечего, по факту. Извиняюсь, у меня что-то это голос подсел, непонятно. Вот. В общем, буду раскрашивать. Так, по настроению брать. Вот, не знаю, читать эти аффирмации. Если что-то мне подходит по настроению, то буду стараться, наверное, раскрашивать. Буду раскрашивать, возможно, и маркерами, и фломастерами. Но по большей степени хочется карандашами. Я все-таки любитель карандашей. Кто бы что ни говорил, да, что там акварелью потом будешь раскрашивать. Если научишься, будет кайфово, будешь только акварелью красить. Нет, я из тех людей, кто меняет... Как я не могу делать одно и то же, одним и тем же. Я постоянно меняю канцелярию. Я не могу раскрашивать только весь месяц одними и теми же карандашами. Мне обязательно нужно что-то другое. Я люблю разнообразие. И тем более у меня его, ну, большое достаточно количество разной канцелярии. И как бы, ну, грех ей не пользоваться. Мне нравится как и акварель, так и карандаши, так и фломастеры, маркеры. И все на свете. Вот. В общем, я буду читать какие-то аффирмации. И, возможно, буду так для себя раскрашивать. По-обычному ничего здесь замудренного не будет. Возможно, еще буду выбирать палитру. Здесь, допустим, нету, да, палитры никакой заданной нету. Но в интернете можно будет поискать сочетание каких-то цветов, да, и по палитре раскрасить. А здесь же в этих мандалах тоже так же, скорее всего, карандаши. Где-то иногда маркеры, фломастеры. Вот. Ну, акварелью я не знаю, не уверена. А здесь есть вот как пользоваться, в чем секрет описаний. Тут я буду чисто по этому описанию использовать, раскрашивать мандалы. То есть, как советуют здесь, так я и буду делать. Ну, вообще, следующее у меня вот это. Здесь у меня две мандалы, кстати, есть. Одна карандашами, по-моему, братфунеры. Одна с шарпиками, если не ошибаюсь. И еще какие-то с Алиэкспресса фломастеры добавляла. Вот. Следующее вот это. Ну, наверное, ее и буду. Здесь красцветок жизни. Может, настроение поднимется. Знаете, иногда бывает. Читаешь так вот, раскрашиваешь, садишься, думаешь, ну, пофиг, мандалы и мандалы. Но в какой-то момент понимаешь то, что там через неделю прочитала, думаешь, о, прикольно. А после раскрашивания этой мандалы, оказывается, у меня так и случилось. Это, конечно, возможно, совпадение или там самовнушением не назову. Потому что я не читала раньше, ну, раскрашивая мандалы, не читала значения их никогда. Ну, я хочу показать сейчас распечатки еще вам быстренько тогда, раз уж на эту тему разговариваем. Вот акварельная бумага, которая 160 грамм. В принципе, принтер на ней печатает, да, все хорошо. Ну, давайте посмотрим вот что. Я в Dark, ну, в темные листы я распечатала. У Мариолы, как мы знаем, она в PDF-ке продает в трех форматах. Там какой-то коричневый, ну, или сепий, я не знаю. Потом Light и Dark. Dark это вот черный, очень большие толстые контуры, черные. А Light это серый такая печать. Вот. Мы ее тоже еще посмотрим. Попробовала на акварельной такую сделать распечатку. В чем мне не нравится формат PDF, там я не могу выбрать качество бумаги. Вот это вот минус большой, потому что мне нужно было поставить, что это сверхплотная 160 грамм бумага. Но, к сожалению, в PDF-ках это невозможно. А вот Ennis Guerrero у меня была в обычных фотографиях, и там я смогла поставить уже формат 160 грамм бумага. Но вот видите, вот здесь вот испачкалась черная от краски. Ну, это нормально, это проблема как бы принтера, да. Но качество печати на акварельной бумаге достаточно хорошее. Здесь очень много темного, и я сейчас попробую, не знаю, получится это или нет. Стирается на акварельной бумаге, да, вот. Сейчас еще раз сделаю, чтобы вам было прям конкретно видно. Во-первых, вот тут черный палец стал, а во-вторых, если видно, вот точечки появились белые. Поэтому акварельная бумага для раскрасок PDF не подходит. По крайней мере, в моем принтере точно. У меня лазерный принтер, не самый плохой, но и не самый лучший, конечно же. Но все-таки не очень это хорошо. Здесь будет такой же тоже эффект. Здесь тоже самое. Вот, даже еще хуже. Вообще, вон как стерлась. Просто как пыль легла, и все. То есть фотографию было проще распечатать. Здесь меньше стирается, чем в PDF. Вот так вот, такие дела. Так что эти два листа, ну, можно смело выкинуть, в принципе. Потому что, ну, что я здесь никак не раскрашу. Здесь просто все черным стекется, и все. А если не стекется, то оно просто развалится. Ну, отслоится, короче, краска. И вот на этой бумаге распечатала 160 грамм. Для моего принтера это нормально. Две распечатки делала. Также Мариола в PDF. Но это вот как раз-таки серый light, типа, формат. Вот здесь ничего не стирается. Это я давно уже распечатала. Еще позавчера, наверное. Тоже стандартные настройки пришлось только поставить. А вот эта вот иллюстрация Энис Гюрера, здесь уже настройки, так как фотография. Я смогла поставить, что это сверхплотная бумага. Вот. И давайте посмотрим, стирается тут что-то или нет. Ну, не должно. Насколько я помню, не должно. Так, ну, это остатки. С самой бумаги ничего не стерлось. Ну, не знаю, будет вам это видно или нет. Она такая гладенькая, не сильно шершавая. Короче, жалко, что Мариола Будек только в PDF. Потому что мне бы хотелось распечатать не PDF-формат, а именно фотографию. И было бы лучше. Это качество бумаги, ну, качество печати можно было бы поставить в самое хорошее. И проблем бы не было. Попробую пораскрашивать, наверное, все-таки эти две иллюстрации карандашами. Вот. Ну, эту иллюстрацию я начинала, по-моему, ну, как-то показывала в хобби-влоге, что я ее раскрашиваю. Но проблема в том была, что я раскрашивала ее на тоненьком обычном офисном листе. И портрет, так как я наслаиваю все-таки чаще всего, да, обучаюсь этому именно с техникой наслаивания, то портрет просто как, не знаю, там, туалетная бумага стал. Вот. Скомкалось все. Получилось так, что, ну, как заломы на бумаге получились. Пришлось портрет выкинуть. Хотя он такой классный был. Мне так он нравился. Ну, вот, увы и ах. Так что, в общем-то, обычная бумага для рисования. 160 грамм. Госзнак. Хобби-тайм у меня. А есть еще в других обложках, как бы, тоже похожие. В принципе, то же самое качество печати. Поэтому, в общем, я для себя определилась, что раскрашивать я буду вот на такой бумаге делать распечатки. В общем, поэтому я для себя определилась с бумагой. Вот в таких еще есть форматах эта же самая бумага. В принципе, они одинаковы практически. Разница в обложке, правда, честное слово. Ну, может быть, еще в стоимости. По мне, так это одно и то же. Вот, посмотреть, если... Да, и гладкость одинаковая, в принципе. Это одна и та же бумага. Так что, вот, девочки, вот три формата, которые вы можете себе приобрести для... Если в ваших магазинах такое имеется, то можете это приобрести себе для PDF-раскрасок. И вам должно будет это все подойти. И хочу сейчас еще ответить на вопросы по поводу карандашей с Амазона и Культпенс. Это были Пабло, да, я их уже показывала в покупках, вы помните. Были вопросы, почему я не сделала заказ на Культпенс. Вот. Расскажу подробнее тогда историю. Здесь только болталка будет, если что. Я делала... Ну, муж мне собирался сделать подарок на годовщину. Перевел деньги, сказал заказывать, что-то там хотела. Вот. Я заказала. Доставить мне должны были с 15 октября по 9 ноября. Эти карандаши с Амазона. Там они были на данный момент выгоднее всего 18 тысяч с учетом доставки. То есть без доставки они стоят 16 тысяч, этот набор. Вот. Я сделала заказ, две недели была тишина. Уже день годовщины подходил. Посылку не отправляли. И тут мне приходит сообщение, что на ваш счет вернулись 18 тысяч. Я пыталась написать в Амазон. Но с какого-то перепугу у меня это не получилось. У меня... Ну, я не знаю, в чем была проблема. Ну, и я такая, знаете, думаю, ну все, мне, короче, заказ не придет. Еще разница во времени. Вот. Я думаю, все, короче, мне подарок не придет на годовщину. Я расстроилась. Потом подумала и решила, что... Ну и ладно. Сделаю заказ тогда на Культпенс, так как мне вернули деньги, да. Вот. Я делаю заказ меньшего набора из 80 штук на Культпенс. Они отправляют его в этот же вечер. Но и в этот же вечер мне приходит смска. Ну, не смска, а зашла на Амазон. И в этот же вечер Амазон пишет то, что посылка с Амазона отправлена. Ушла. Я думаю, как так, если мне вернули деньги? Как она ушла? Куда? Смску пыталась написать в поддержку, ну, задать вопросы. Но мои сообщения почему-то не отправлялись вообще. Даже приложение специально для этого скачала. Вот. Они не отправлялись вообще смски. Думаю, блин, ну ладно, какая-то фигня, проблема. Наверное, отменят. Что-то, короче, не так. Вот. Ну, а Культпенс уже отправили. То есть заказ, они прям быстро. Я сделала заказ, а в этот же вечер посылка уже уехала. Там отменить тоже уже было невозможно. Вот. Ну и по факту, на следующий день, по-моему, или через день, мне приходит сообщение, что недостаточно средств для списания с Амазона. В общем, я поняла, что это за эти карандаши. Вот. Думаю, ну ладно, не спишут, значит, отменят заказ. Короче, все вернется и нормально. Ну, не тут-то было. Произошла какая-то ерунда. На следующий день у меня на карте минус 18 тысяч баланс. Но у меня есть несколько карточек, да, как вы понимаете. И на одной из них была заначка. Потом с меня, получается, списали с моей заначки. То есть все, что я копила на Холбейн или на что-то другое, да. С меня полностью списывают. Я еще остаюсь должна. Потом приходилось доплачивать еще с других карточек. Ну, у меня их много, если что. Ну, это не самая интересная информация, извиняюсь. Ну, в общем, такая вот история. И получается, что Культпенс мне прислали на два дня раньше эту посылку. Курьер принес ее домой. Доставка была DPD. Но тоже были проблемы. Приходилось названивать, выяснять отношения. Где, что, почему задерживаются. Туда на один пункт выдачи привезти не могут. На другой пункт выдачи привезти не могут. Точно то же самое произошло и с этим набором. С Амазона. Через два дня такая же проблема. Доставить никуда не могут. А я от курьера отказалась. Я думаю, сама заберу. Будет быстрее и проще. Нет, оказалось не быстрее и не проще. Мне пришлось побегать. Потратить деньги на такси. Покататься туда-сюда. Потому что дети и возможности иногда не бывает. Поехать всем вместе. Я иногда езжу на такси по своим делам. Ну и вот такая вот получилась история. Так что теперь у меня два набора. В принципе, я не жалею. Да, обидно, что осталось без денег. Дурочка вот так вот лоханулась. Я не знаю. Черт меня дернул. Ну, взять, заказать повторно этот набор. Но я не знала, что можно в минус ввести. Я думала, ну не смогут списать. Ну и ладно. Все, тогда отменится заказ. Вернется он обратно к ним. И никаких проблем, да? Или я откажусь от заказа, когда он приедет ко мне уже. Но, увы и ах, отказаться не получилось. Так что вот такие вот дела. Это, ну я надеюсь, что я ответила на все вопросы. Но на тот момент, в общем, на Культпенс 120 были просто очень дорого. Они там 1020 стоили, но на Амазон были дешевле. Поэтому Пабло заказывала сначала на Амазон. Такие вот дела. Ну все. На этом я буду завершать данный ролик. Если вам было интересно, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Теперь будем раскрашивать таким большим количеством карандашей. Но меня они в целом устроили вполне. В одном карандаше максимум были вкрапления. И 140 оттенок почему-то здесь, я уже говорила, по-моему, как будто как воск ложится на бумагу. Немного непонятное как-то у него нанесение. Эти вот хорошо укрывистые все, а 140 почему-то плохая у него укрывистость. Он прям отличается конкретно от всех карандашей, что здесь в наборе есть. Я до сих пор от них в восторге. Весь месяц раскрашиваю практически только ими. Что мне доставляет, ну, офигенное просто удовольствие. Вот. Ладненько, все. Всем большое спасибо. Всем пока-пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok